Сегодня в Лондоне публике представили первые в мире гамбургеры стволовых клеток коровы. И даже нашли добровольцев, готовых этот гамбургер съесть. Ученые, экологи и защитники прав животных просят человечеству новую гастрономическую эру. Елена Мещерякова выяснила, насколько перспективны и вкусны синтетические мясные продукты. Под серебряным колпаком гастрономическая сенсация года, а может и века. Все с замиранием сердца ждут, чтобы узнать, что же лежит на тарелке. Будьте любезны, представьте миру свое творение. При изготовлении сенсационного бургера ни одна корова не пострадала. И в этом главное достоинство блюда, на которое доктор Марк Пост из Маастрихского университета Нидерландов потратил два года лабораторной работы. А создатель Гугла Сергей Бринц выложил 350 тысяч долларов. Котлета из стволовой говядины. Мировой хит кулинарии будущего. Облетела интернет. Рецепт мяса по Маастрихски хозяйки на заметку. Берем стволовые клетки из коровьей лопатки, помещаем в питательный раствор, выращиваем первый слой мышечной ткани, примерно один триллион клеток. Повторяем результат 20 тысяч раз, перемешиваем в чашечке петри до получения фарша и 140 граммов лабораторной говядины готовы. Для цвета добавляем краситель, для запаха миоглобин, соль и масло по вкусу. Очень хорошо пахнет и выглядит. Тепловой обработкой продукта занялся известный в Лондоне шеф дегустацией пара добровольцев и следователей съедобного материала из Сиднея и Чикаго. За кулинарными подвигами онлайн следили миллионы гурманов по всему миру. У нас есть выбор, или мясо станет гораздо дороже, или мы перейдем на искусственные аналоги. Первый мясной блин в горле стал комом, жестковатый и в принципе безвкусно. Но если о вкусе синтетического мяса можно спорить, то о его экологических достоинствах нет. К 2015 году потребление животного белка вырастет почти вдвое, а удваивать поголовье рогатого скота человечество не может. 18% вредных парниковых газов – результат коровьей жизнедеятельности. Выход – говядина стволовая, она же столовая. В конце концов, мы едим и не такое. Наука давно вмешивается в наш рацион. Не бывает природно выращенной кукурузы, например. И апельсины, все в том виде, в котором нам знаком, результат скрещивания цитрусовых со шпинатом. Так что я не думаю, что лабораторное мясо – это плохо. Надо просто привыкнуть. Президент гостиничной ресторанной корпорации Джек Паркер не исключает, что его пятизвездочная закусочная «Бургер Джоинт» Первый закупит оптом пробирочный фарш. Но все же это случится не скоро. Может, лет через 20 в нашем меню появится синтетический гамбургер. Но пока надо дать общественному мнению настояться. Все дело в медиаприправах. Чем привлекательнее рекламный аромат синтетических деликатесов, тем больше клиентов согласятся распробовать чистый протеин. Впрочем, лет через 20 искусственный фунт мяса все еще будет стоить дороже органического в несколько раз. Пока лабораторный белок вызывает чисто научный интерес. Меня нормальный гамбургер вполне устраивает. Уж извините. Я к экспериментам не готов. Кто-кто, а американцы знают, что в гамбургерах каждый год только в Нью-Йорке открываются полсотни закусочных. От дешевых бекмачечных до вот таких органических эксклюзивных мест, где гамбургер стоит почти 10 долларов. Казалось бы, с картошечкой, кетчупом и сладкой булочкой американцы готовы съесть все, что угодно. Но синтетическая котлета за 350 тысяч долларов не нужна им и даром. Но времена меняются и вкусы тоже. Елена Мещерякова, Анатолий Кошенко, Лев Трубкович, телекомпания RTVI Нью-Йорк.